Всем привет! Слушайте, как-то вот эту вот историю незаслуженно мои коллеги мимо пропустили. Между тем, возникла она еще в сентябре и вот сейчас, в ноябре, буквально на днях она продолжится. Дело вот в чем. Опять ребята будут нас грабить. Все мы помним, что год назад мы услышали от нашего главного. Прошу отнестись к этому с пониманием. Я имею ввиду, пенсионную реформу затевалось. Это все якобы под благовидным предлогом, что вот старики у нас живут бедно, плохо. И вот это вот самое решение об увеличении пенсионного возраста каким-то образом поможет. Прошло уже почти полтора года с того момента. Оказалось, что нет. Пенсионная реформа не сработала. Старики как жили впроголодь бедно. И так они бедные живут. И вот в сентябре, в начале сентября госпожа Голикова выступила где-то там с предложением, что, ребят, все-таки, да, надо об этих самых стариках побеспокоиться. Но на это нужны деньги. А где их взять? И так, да. Госпожа Голикова предложила повысить налоговое бремя для нас с вами. То есть, почему я и говорю, опять будут доить, опять будут грабить. Но имеются в виду не прямые налоги, а так называемые отчисления в бюджетные фонды. Кто не знает, мы платим не только 30% налога на доход физических лиц. 13, да, на доход физических лиц. Мы платим еще, значит, в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования. Есть еще такой социального страхования фонд называется. Вот за счет увеличения выплат в этот самый фонд социального страхования они хотят якобы улучшить жизнь старикам. Речь идет об увеличении. Сегодня каждый работающий человек в нашей стране отчисляет в этот самый фонд 2,9% от своего дохода. Предлагается увеличить эту ставку до 3,9%. Ну, 1%, казалось бы, не так уж и много. Но с другой стороны, если так задуматься, цены на все растут. Тарифы растут. Стоимость услуг дорожает с каждым днем, понимаете. И тут еще налоговое бремя вырастет. А я думаю, что это там не сможет не отразиться и на всех остальных скачках. Потому что так или иначе приближается вот опять Новый год. Поэтому какие-то росты, повышения нас все-таки будут ждать. Поражает другое, ребят. Мы о ком говорим? Мы говорим о стариках. Это те самые люди, да, которые создали эту страну. Потому что, по большому счету, да, они все появились на свет. Но вот сегодняшние старики после войны, они ее восстанавливали, эту самую страну после войны. Они строили заводы, фабрики. Они строили какую-то инфраструктуру. Потому что, по сути, все, чем мы сегодня пользуемся, это, в общем, советское наследие. Все. В любую отрасль посмотрите, да. Давайте посмотрим авиаотрасль, там, космическую. Это советские разработки, да. Давайте посмотрим те самые российские железные дороги. Отостроилось все в Советском Союзе. Заводы, крупные промышленные предприятия, нефтяные компании, да. Это все появилось тогда в Союзе. Они тогда разведывались эти месторождения. Строились эти заводы. Это все оттуда. В современной России мы ничего не сделали. И мы, вот эти люди, которые там то 30, то 40, то даже там 50 лет, отстраивали эту страну. И не просто отстраивали, а они платили на протяжении всей жизни налоги, да. В том числе те же самые отчисления в пенсионные фонды. Ну, тогда это несколько по-другому выглядело, но не суть. И вот сегодня они вынуждены сидеть впроголодь. У нас нет на них денег. И наше государство, да, та самая Голикова, которая с 91-го года сидит в правительстве, это признает. Это признают все остальные, да. Как нам не стыдно. Во-первых, перед этими людьми у нас нет на этих людей денег. Да какой на этих? У нас на нас-то уже нет денег. Потому что в пенсионном фонде нет денег уже даже на нас. Я не говорю о сегодняшних стариках. Сегодняшние-то они просто никому не нужны. Если они завтра все вымрут, как мамонты, в один день, там, в один час, наши чиновники будут только счастливы. Ну, а то, что поднимут вот эти вот самые отчисления в этот социальный фонд, ну, пусть даже не на процент, а может на полпроцента. Я не верю, что это как-то спасет ситуацию. Я просто почему-то уверен, что просто у кого-то из чиновников появится очередной какой-то где-то дворец, какая-то яхта, очередная машинка. Вон Алина Кабаева буквально сегодня читал. Прикупила себе участок на Рублевке за 650, по-моему, миллионов рублей. Могу ошибиться, но примерную сумму вам озвучил. Откуда у Алины Кабаевой 650 миллионов рублей? Ну, попытайтесь угадать. Хорошего дня!